Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу, как можно заготовить смородиновое пюре впрок для десертов. Такую смородиновую заготовку можно использовать как ингредиент для приготовления, например, зефира, мармелада, мороженого, желе, курда, фруктовой глазури, конфи и других начинок для тортов. Здесь у меня 1,5 килограмма черной смородины. Я ее тщательно перебрала, удалила листочки, веточки, порченные ягоды. Теперь смородину нужно хорошо промыть под проточной водой. Промытую смородину нужно хорошо обсушить на полотенце. Для ускорения процесса я сушу смородину при помощи фена. Просушенную смородину перекладываем в удобную глубокую емкость и пробиваем ее погружным блендером. Если нет погружного блендера, можно пропустить через мясорубку. И уже в таком виде смородину можно заморозить впрок. И зимой добавлять такую вкусную витаминную добавку, например, в творог, в каши или в йогурт. Можно приготовить по-быстрому кисель или компот. А для десертов для получения однородного пюре нужно небольшими порциями протереть смородину через сито. Оставшийся жмых выбрасывать не нужно. Если его залить водой, слегка подсластить и прокипятить, то получится прекрасный компот. Получившееся смородиновое пюре я разливаю по силиконовым формочкам. Ячейки выбираю такой формы, чтобы заготовки можно было компактно сложить. Пюре можно заморозить и в обычных пластиковых стаканчиках, затянув их пищевой пленкой или в пищевых пластиковых контейнерах. Можно также заморозить и просто в пакетах и для удобства хранения придать им плоскую форму. Отправляем формочки с пюре в морозильную камеру на ночь до полного замораживания. А утром достаем и извлекаем замороженное пюре из формочек. Заворачиваем поштучно каждую заготовку в пищевую пленку, а затем компактно складываем в общий пакет. Отправляем для дальнейшего хранения в морозильную камеру. Каждую заготовку можно взвесить и подписать. Размораживаем такое пюре обязательно через холодильник. Замораживая ягоды таким способом, учитывайте, что повторной заморозки они не подлежат. Поэтому фасуйте такими порциями, которые используйте за один раз. Как вариант, смородину можно пробить погружным блендером вместе с сахаром. И хранить такое сырое смородиновое варенье в баночках в холодильнике. Это очень вкусно! Если хотите, чтобы смородина хранилась в холодильнике до следующего сезона и точно не забродила, то на одну часть смородины нужно добавлять минимум полторы части сахара. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и подписывайтесь на мой канал. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео!